Здравствуйте, уважаемые гости! Я рад вас приветствовать! Я информационный зеркальный робот СР-200. Меня зовут Ева. В IT-лицее Казанского федерального университета появится первый в России робот-учитель. Роботы назвали Евой по аналогии с главным героем мультфильма Валли. Темир Булат Самирханов, директор IT-лицея КФУ, рассказал нашей съемочной группе о принципах работы робота-преподавателя. Это первый робот, который займется образовательной деятельностью в школе в Российской Федерации. Речь идет о роботе, который выполняет частично функции учителя, то есть воспроизводит определенный материал. У него есть звуковой датчик, есть видеокамера, то есть он рассчитан, заточен на обратную связь в том числе. Если ребенок задает ему вопрос, он может на него ответить, там из базы данных. То есть как ты его запрограммируешь, он все будет делать. Конечно, у него не хватает эмоций, не хватает юмора и прочего, и подобных вещей. Но в любом случае для детей, особенно в IT-лицея, это очень важно и актуально. Тем более мы разрешим немножко прикоснуться им к оболочке, к программному коду этого робота и немножко поучаствовать, скажем так, в его жизни. Следующей партией, которая будет, это будут роботы, непосредственно на которых ребята будут оттащить свои навыки программирования. Они гуманоидного типа, роботы-пупауки, это все от компании «Андроидная техника», которая располагается в Манитогорске и в Москве. И в чем идея? У нас есть уже подобные роботы, есть в Инженерном институте Казанского федерального университета, и ребята начнут изучать это на школьной скамье, потом придут к нам же в университет, будут заниматься уже робототехникой в ВУЗе, и потом, я думаю, будут нарасхват, потому что сейчас многие производства, они базируются и сидят на конвейерных типах роботов, которые нужно программировать, с ними нужно работать.